Когда я был ребенком, я плакал, когда меня не пускали во двор. Сегодня дети нередко плачут, когда у них забирают смартфон с интернетом и с играми. В моем дворе были друзья, подруги, были магазины, библиотеки, были опасные перекрестки и опасные взрослые. Почти все то же самое есть в интернете, но... Вот об этом но мы поговорим с человеком, который в силу своей работы путешествует и по светлой, и по темной стороне интернета. Его зовут Олег Вишняков, и он интернет-редактор. Олег, я приветствую. Недаром вспомнил я детство. Скажи, ты принадлежишь к поколению, которое не пускали во двор, или все же к тому поколению, которое не пускали к компьютеру? Нет, я все-таки принадлежу к поколению, к тому же, которое не пускали во двор. Потому что у нас в мое детство не было еще общей сети, уже существовали приставки, уже существовали игры, люди все-таки были прикреплены к телевизору. Больше, да? Да, да. И вот, мне кажется, как раз я, мое, ну не поколение, а часть поколения, они застали вот этот момент, когда это начало появляться. Ты занимаешься размещением материала в интернете, как бы их продвижением. Вот. И скажи, пожалуйста, вот то ощущение, которое у тебя было тогда, такого совсем юного человека, и то ощущение, которое у тебя есть сейчас от интернета, как оно изменилось? Изменились возможности. То есть сейчас стало гораздо больше возможностей в поиске информации. Появились какие-то приемы, то есть, ну я уже знаю, как там... Есть ли секрет какой-то успешного материала? Вот чтобы вот запостил, да, и вот миллион просмотров, миллион лайков, как это сделать? Ну, если бы этот был секрет, Саш, наверняка бы не было неудачных материалов. То есть если бы это был конкретный рецепт, это существовало? Конечно, да, да. Нет такого рецепта, конечно. Есть рецепт угадать с ожиданиями. То есть, например, когда ты знаешь свою целевую аудиторию, когда ты знаешь аудиторию, с кем ты хочешь, к кому ты хочешь обратиться, к кому ты хочешь рассказать, и ты знаешь, чего они ждут, ты можешь пойти у них на поводу и дать то, чего они ждут. И, соответственно, конечно, это отличный рецепт. Это, по-моему, такой рычажок, на который можно нажать. Вот в политической, около политической журналистики им пользуется любой блогер. Это вот эта тема зрады, да, например... Наш зрад. Да, это отлично идет, да. Вот, например, в шоу-бизнесе на этом работают десятки изданий. Интернет и офлайн. Хорошо, в политической, а в шоу-бизнесе какой? Это вот то, что называется желтухой. Вот давай попробуем сформулировать рецепт, как из незначительного факта, да, ну, условно говоря, там, в цирке, там, поймали какую-то белку, да, редку. Как из какого-то совершенно незначительного факта сделать вот такую яркую, шокирующую новость? Есть ли какой-то рецепт? В интернете есть один, это не то, чтобы даже секрет, это прием, и он очень простой, и он, таки, утилитарный. Важно попасть в тренд. Тренды, в основном, статистику этих трендов дают поисковые машины. Google, Яндекс, Яху. То есть, например, если происходит какое-то событие, которое действительно может зацепить, например, город или страну, или, например, вообще интернет-сообщество в самом широком смысле, то, конечно, количество запросов, связанных, не дословно, связанных с этим событием, например, каким-нибудь ужасным терактом, или с каким-нибудь, наоборот, развлекательным событием, оно увеличивается, и, соответственно, потом это формируется вот как тренд, как рейтинг такой определенный. Он может быть ежедневным, еженедельным, ежемесячным. Ты вбиваешь, например, словосочетание, и он тебе говорит, вот, смотрите, на это словосочетание запрашивалось такое-то количество раз. То есть я могу вбить, допустим, словосочетание «протухший омлет», да, и у меня появится… Конечно. И потом появятся, например, похожие на это. Вот, например, «протухший омлет» запросов было 500 за прошедшую неделю или сутки. А вот «свежий омлет»? Да, а вот «свежий омлет» побольше, потому что все-таки он, наверное, больше людей не рисует. Я думаю, что по такому принципу формируется очень много сюжетов голливудских фильмов. То есть они как бы исследуют то, что сейчас болит людям. Безусловно. То есть важна актуальность этого события. И если есть возможность вот этого материала о белке в цирке, связать его с каким-то трендовым актуальным событием, например, не знаю, с массовой гибелью животных в зоопарках. Или со сторонниками отказа от пушнины. Или со сторонниками отказа от дрессировки вообще зверей. Ну вот просто улавливая какой-то тренд, если есть возможность привязаться к этому тренду, это будет отличным способом, мне кажется, добавить веса этой новости и добавить веса хотя бы первоначально для пользователей. Очень важный у меня есть вопрос. Он немножко не связан напрямую с этой темой, но он важен лично для меня. Я помню, был очень неприятный момент, когда опубликовали материал о советских физиках, что якобы за год до Чернобыльской катастрофы они устроили там некий шабаш у себя на станции, где были какие-то темные... Они приняли личину темных каких-то... Ну, как карнавал, да, но они переоделись в эту страшную одежду, в каких-то ступах бегали, призывали темные силы. И очень многие люди сделали перепост. Еще и с комментариями, смотрите, какие советские физики были придурки. Я просто не поленился, залез, проверил этот материал. Сейчас это возможно сделать. Оказалось, что это немножко не в Чернобыле было, и не накануне аварии, а совершенно в другом месте, и не совсем физики. То есть очень много таких материалов. Мы их называем таким грубым, но простым словом «фейк», что в переводе с английского означает «фальшивый» или «ненастоящий». Скажи, у нас немножко такой есть элемент советов. Твой совет людям, может быть, даже простодушным, как не купиться на такой вот фейк? Во-первых, необходимо иметь критичное мышление. Вот это обязательно, и опять-таки, это универсальный совет. Хотя совет это не очень хорошо. Но это универсальное пожелание. Твое видение ситуации. Да. То есть не принимать на веру что-то, сказанное в интернете. Это очень важно. Потому что на самом деле сейчас информационная среда настолько плотная и интенсивная, что без фейков собрать миллион просмотров, с которых мы начали нашу беседу, практически невозможно. То есть люди, ставя результатом себе, они говорят «я хочу достичь огромных показателей». Чтобы больше людей прочитало эту новость, перепостило, рассказало об этом, обсудило ее, обсудило автора или сайт, на котором было разучено. Простелек, я уточню. Просто, может быть, не все понимают. Я, например, долго не понял, зачем людям эти миллионы. Давай просто прямым текстом кратко, что это заработок. Это заработок, да. То есть, в принципе, каждый просмотр страницы, статьи можно монетизировать. Потому что мы уже говорили, да, вокруг этой статьи навешана реклама. Каждая реклама привязана к просмотру. Каждый просмотр имеет свою стоимость. Это может быть цент, это может быть два цента. Есть ли цент, в зависимости от характера рекламы и всего прочего, какие-то технические детали. Но в любом случае, каждый просмотр – это какой-то заработок. Вот зачем им эти миллионы. Да, безусловно. Это элемент заработка. То есть, это не только элемент тщеславия того, что вот, моя статья стала достоянием общественности. Ее там, значит, все обсуждают, все обсуждают, опять-таки, автора этого, или сайт, на котором это был размещен источник. Нет, но это еще абсолютно прямая монетизация. Можно все это дело, конечно, монетизировать, и люди зарабатывают на этом неплохие деньги. Очень неплохие деньги. Просто проблема в том, что… Ты говорил, что без фейка невозможно сейчас добиться таких… Да, фейки, ну, потому что фейк – это… Или хотя бы из элементов, да? Да, элементы фейка. Потому что если фейк – это, скажем, какая-то новость абсолютно несуразная, там, Дональд Трамп оказался женщиной. Да, то есть фейк – это, безусловно, но она абсолютно несуразная, эта новость. То есть над ней посмеются, но… Да, это вот первоапрельское что-то. Фейки, которые распространены очень широко – это полуправда, это чуть-чуть правда, это чуть-чуть неправда. То есть это вот такие полутонах. Или это неправда, приукрашенная очень точной и правдивой деталью. Да, да. Или каким-то экспертным мнением, выхваченным из контекста. То есть очень сложно разобраться сейчас с фейками, потому что очень много, они многие, особенно те, которые подаются злонамеренно, не просто ради миллиона просмотров, а с какой-то там… Ну, социальной целью, что-то в обществе нарушить или… Да, они подаются по многим каналам обычно. То есть когда человек хочет информацию проверить, он может действительно ее проверить и… И найти якобы источник. Якобы подтверждение ее. Вот. Но опять-таки здесь необходимо просто… Здравый смысл. Здравый смысл. Здравомыслие. Просто вот такая, казалось бы, элементарная вещь, а такая нехватающая многим очень людям. Олег, я тут тоже попытался придумать резонансную новость. Мы сейчас ее на твой как бы суд вынесем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Блуждать и серфить. Огромное количество информации, которая в интернете растет, растет, растет в геометрической прогрессии, заставляет человека ощущать свою растерянность. Он запутался, он не знает, он видит десятки мнений, многие из которых прямо противоположные, каждый из которых оперирует аргументами, в том числе, на первый взгляд, железными. Поэтому человек испытывает растерянность, а человек не любит испытывать растерянность. Не один, подсознательно или осознанно. Он тянется к какому-то мнению, на чье мнение можно положиться. Либо он сам это мнение выводит, но это очень сложная работа, не все способны на это, это нормально. И поэтому большую роль играет экспертное мнение. А экспертное мнение требует имени, не анонимности. И если первый виток развития интернета в 90-е годы, он строился на анонимности, то сейчас идет процесс как бы обратно. Был период, когда блок-платформы вроде ЖЖ, живой журнал, LiveJournal.com, они развивались именно анонимные автора, их сообщества или отдельные. Они создавали какие-то материалы. Ну, то есть это была тенденция очень серьезная. А потом, можно даже посредить за тем, как изменился тот же ЖЖ, он базируется теперь на двух десятках или трех десятках блогеров с именем. Вокруг которых уже, вокруг их подписчиков. Каждый из которых не специалист по всему на свете, а специалист в конкретной сфере. Кто-то специалист по интернет-маркетингу, кто-то специалист по политике, кто-то специалист по спорту, кто-то по экономике, светской жизни. Я думаю, что мы не погрешим против истин, если скажем нашим телеврителям, что наступает эпоха, когда интернет обретает свое лицо. И когда уже, скажем, очень опасно быть никем в интернете. Да не то, чтобы опасно, просто тебя не заметят, если ты никто. Так это крутая мысль. Это означает, что сам по себе интернет не делает из тебя. Уже проходит то время, когда, выставив своего кота, ты мог стать звездой интернета. То есть теперь ты должен кем-то быть вне интернета, чтобы... Все как в жизни. Ты можешь стать звездой, но на пять минут. Это минута славы. И каждый человек, в принципе, может ее получить. Кому-то достаточно подобрать удачный ракурс для своего домашнего любимца. А кто-то... Кто-то должен открыть новую звезду. Олег, вопрос у меня очень простой. Не секрет, что очень часто в сеть попадают какие-то компрометирующие материалы. Безусловно, надо иметь здравый смысл. Их, как ты говорил однажды, что если боишься, что твои какие-то фото сольют в интернет, не делая эти фото. Но тем не менее, если так случилось, что, допустим, там в школах бывает такая вот... Допустим, ребенка фотографируют там сами же одноклассники, выкладывают в разных нелицеприятных видах. Вот конец ли это света? И что делать в этот момент, когда вот ты оказался перед вот таким позором? Во-первых, это, конечно, не конец света. Конечно, потому что это интернет. А интернет, это не только он запоминает это там или как-то это все считается. Нет. Он очень скоротечен. Течение – это как гольфстрим, только в 100 раз быстрее. То есть то, что сейчас становится... Имеет там 100 перепостов, да, и огромные популярности, комментарии, лайки, и, возможно, даже насмешки, и как результат какую-то травлю. Все это очень скоротечно. Это, да, это неприятность, это не конец света. Это не то, что ставит крест на человеке, потому что интернет – это река, это такой огромный поток, который унесет эту информацию. И смотрит ее. Завтра они будут смеяться совершенно над другим. Над другим. И об этом через день, два, три недели не вспомнит уже никто, потому что это сносится огромным массивом следующей информации. Тут, опять-таки, все как в хорошей любой идее, нет такого четкого рецепта. С одной стороны, люди создают свои фальшивые профили. Они там печатают свои классные, ну, публикуют свои классные фото, да. Они создают такую фальшивую личность. С одной стороны. А с другой стороны, иногда люди, войдя в социальную сеть, начинают наоборот. Они начинают с себя настоящего трансформировать в свете ожиданий этой сети. Кто-то идет в спортивный зал, кто-то меняет внешность, кто-то начинает писать стихи. То есть, как тебе кажется, какое направление победит? То есть, социальные сети как некое такое добро, которое развивает человека, в силу того, что любая компания и команда развивает, либо как некое направление, которое будет все дальше человеку вводить вот в этот образ виртуального я, ненастоящего. Ну, во-первых, который на самом деле живет в полуразрушенной квартире, да, и всячески страдает. А вот там он король. Ну, во-первых, я не считаю вообще, что социальные сети – это какое-то явление, которое может быть там сугубо позитивным, сугубо негативным. Это как рассуждать, позитивное или негативное явление автомобиль. Или лопата, которая острая, может очень… Ну, то есть, здесь это очень странное рассуждение в таком ключе. Вот в плане создания каких-то альтернативных личностей, ну, здесь еще надо постараться, на самом деле. Чтобы поверили, да? Да, чтобы создать, надо приложить определенные усилия. То есть, это уже задача не из простых. Обычно люди приходят в социальную сеть и ничего не придумывают, а выкладывают себя. Вот эти ужасные, безвкусные фотографии какие-то. Ну, человек показывает себя. Интернет дал, и вот социальные сети. Они дали ощущение человеку собственной значимости. Собственной значимости. Когда можно быть, даже не быть, оказаться кем-то. И вот свое мнение ты там опубликовал по какому-то вопросу, посмотрел какой-то фильм, или тебя что-то возмутило, или какой-то ресторан тебя там расстроил в обслуживании. Или что-нибудь происходит, человек потом пишет гневное, например, комментарии у себя на стене. И кто-то это лайкнет, и человек думает, вот, мое мнение уже. Ну, просто так, что это значит. Ну, здесь просто такой момент очень двоякий. В плане создания альтернативных личностей, я не думаю, что вот такая альтернативная личность в состоянии человека потом подвигнут действительно изменить свою жизнь. Живет в полуразрушенной квартире, и при этом постит фотографии там особняков каких-то где-нибудь в Сан-Тропе. Отлично. Ну, то есть, вот и все. Я не думаю, что человек, благодаря картинкам этих особняков, действительно после этого переедет из своей квартиры в Сан-Тропе. Ну, то есть, это не станет двигателем. Это не станет двигателем. Олег, у нас есть очень интересный блог, по крайней мере, для нас, когда мы его готовили. Он сделан специально для тебя. Ты, как интернет-редактор, ты имеешь дело с большим количеством текстов. Мало того, ты даешь рекомендации этим текстам. И очень часто, кроме текста, у тебя нет ничего. Ты не знаешь, кто за ним стоит. Мы предлагаем тебе и нашим телезрителям дорогим очень интересную игру. Сейчас мы будем слышать тексты. Это тексты одного большого интернет-сообщества, творческого сообщества. И нужно только по этим текстам догадаться, кто за ними стоит. Определить профессию, определить пол. Ну, и постараться определить характер человека. Так что давайте двигаться. Выбирай. Мне начнем, давай, с Теслы. Это же Никола Тесла? Конечно, да, Тесла. Я нажал клавишу, и на экране появилось лицо певицы, и зазвучал ее голос. Не сказать, что она была красивая. Ее лицо было даже несколько простоватым на вид. Но сразу же останавливало на себе взгляд. Настолько оно было одухотворенным, женственно строгим и запоминающимся. Как лицо монной Лизы. Она не бегала, не металась по сцене, изображая высокие страсти. Она пропела первый куплет тихо, тихо, чуть ли не шепотом, словно пересиливая прячущуюся внутри нее боль. А потом грянуло припев так сильно, так мощно и с таким нескрываемым отчаянием о потерянной любви, что я даже оторопел, если не сказать чего-то большего. Вот такой фрагмент. Итак, мужчина или женщина автор текста? Несмотря на мужское окончание, я думаю, что это женщина писала. Возраст? Возраст? Думаю, старше 30. Потому что... Нет, я думаю, даже больше. Я думаю, даже ближе к 40. Почему? Между 30 и 40. Нажать клавишу. Нажать клавишу. Клик. Молодежь говорит иначе. Правильно. Речевой оборот. Тут в точку. Нажать клавишу. И род занятий. Тесла, напоминаю. Подсказываю. Да, да, я понимаю. Но человек творческий, но это род занятий не очень творческий, мне кажется. Связано с творчеством, но не очень творческим. Это правильно. Не художница, не поэтесса. Нет, нет. Что-то связано. Но есть и другая творчество. Да, конечно, безусловно. Смотри. Очень красиво ты отвечал. Но, к сожалению, не угадал. Это мужчина. Мужчина довольно пожилой, как я понимаю. Потому что, судя по его биографии, да, ему, я так понимаю, что где-то за 70. Заслуженный изобретатель СССР. Вот. В молодости изъездил почти весь Союз по образованию инженер-сварщик. И у него несколько десятков... Не была мысль насчет инженера. Несколько десятков патентов. Вот. Он очень интересно себе пишет, что время описываемых событий, конец 20-го, начало 21-го века, крови, убийств и насилия в моих произведениях нет. Нет. Зовут его Виталий Овчинников. Давайте, давай двигаться дальше. Клякса. Кляксом. Наверное, находясь в таком состоянии, настоящий командир пускает пулю в висок. Но что мог сделать мальчик, сжимающий в руке игрушечный маузер с пистонами, так и не сделавший за всю игру ни одного выстрела? И тогда он, больше ни о чем не думая, кинулся к обрыву и, не глядя, куда упадет, прыгнул. Уже в воздухе услышал позади себя испуганные крики детей. В ушах свистел ветер. Он ожидал жесткого удара, но земля, на удивление, мягко приняла его, и, приземлившись на обе ноги, он только несколько раз перевернулся через голову, обдирая голые коленки. Бабушка, видевшая это, с удивлением подумала. Вот внучика Бог послал, гляди, как обедать торопится. Здесь немолодой автор, это точно. Вероятно, женщина немолодая. Скажи такой простой вопрос. У этого человека в жизни все гуд? Или, скажем, может быть, это какая-то счастливый человек? Не знаю, мне кажется, даже если у человека не все хорошо в жизни, то то, как она пишет, говорит о том, что внутри какая-то гармоничность ощущается. Здорово, абсолютно в точку. Хотя это, конечно, не женщина, это мужчина. Но это человек, у которого очень есть интересная штука. Он пришел на этот портал, не будем его называть, из-за какой-то душевной боли, драмы. И начал писать. Гармоничность внутренняя абсолютно ощущается. Человек в этой траве ловит себя. Как ты угадал? У него потрясающая здесь есть фраза. С тех пор жизнь как-то наладилась. Он, понимаешь, как интересно, он пришел и понял, что писателя из него не получилось. Но это помогло ему. То есть он стал читать других, к нему пришли рецензенты, и у него как-то все в жизни стало чуть легче, веселее. Поэтому вот такой интересный аспект интернета. Но это, да, терапия. Да, можем двигаться дальше. Вон пистолет. Противоположный угол. Лежу, нюхаю ремешок, и кажется он мне съедобным. Грызу я его помаленьку. Грызла, грызла, да и перегрызла. Порыскала по огороду, по ближним дачам в поисках чего-нибудь съедобного. Но не нашла ничего. Чего только не натерпелась. И били меня, и гоняли, и поймать пытались. Но я удачно избегала участи попасть на живодерню. Где бы из меня, конечно, сшили бы красивые унты, а китайцы съели бы, как любимый деликатес. И вот, наконец, встретила вас, друзья мои, по несчастью. Произведение называется «Дневник одной собаки». Это я уже, да. Собственно, это и этим можно словами описать этот отрывок. Дневник одной собаки. Не знаю, автор мужчина, мне кажется. Если женщина, то с непростым характером от имени собаки. Не каждый сможет говорить. Ну, круто, согласись. В это время шока. Может, человек-охотник. Что-то есть, какое-то понимание этой всей специфики. А возраст, очень важный возраст. Пожил человек. Ну, то есть опыт есть жизненный, хороший, мне кажется. Ну, в точку. В точку. Это действительно человек, которого есть, была в жизни романтика. Пусть не романтика, а охотника. Он 10 лет юности посвятил целине. Он был киномехаником, возил кино. Соответственно, есть и романтика, и приключения, и целина. И интересно то, что после того, как он был вот этим киношником, он долгое время работал в органах. Отсюда и пистолет. И, соответственно, люди, которые работают в органах, у них очень есть точное внимание к деталям. Вот этот ремешок, запах. Ну, очень интересно. Очень интересно. Давай двигаться. Ну, вот, закончим нижний край. Корма этого внедорожника белого. Или что это у нас там? «Минута до посадки», – произнес Вэл Харрис. Джордан лишь теперь увидел, как стремительно неслась им навстречу поверхность. «Сейчас встряхнет!» – воскликнул взволнованно Мэл Кинсли. «Подтяните штаны, парни!» – «Падаем!» – прокричал Джордан прямо в ухо Кинсли. Один лишь Мэйсон Зимекис сидел в своем кресле, не издавая ни звука. И за все время посадки он лишь однажды спросил Харриса. Что будет, если не сработает двигатель перед самой посадкой? Ну, тут много действия очень. Действия такого, видишь, активного. Ну, это не действие. Это, скорее, падение. Это что-то трагическое какое-то. Попахивает. Но если, не знаю, наклейка – это действительно намек. Если действительно человек, автор этого, человек инвалид, человек с особыми потребностями, то один из героев, который просто сидит в своем кресле и просто спрашивает, то это прям человек как будто бы о себе пишет. Ну, ты в точку сказал очень. На самом деле, это одна из ключевых фигур в нашем вот этом маленьком квесте. Этот человек пришел в себя, точнее, он пришел на этот литературный портал в 2011 году после очень тяжелого ДТП. Он утратил подвижность. И для него вот эти вот тексты появились какой-то отдушиной, потрясающе отдушиной. И он вот так пишет. «Таким способом я теперь избавляюсь от тоски бездеятельного существования». И вот ты даже нашел его в этом тексте, который сидел, не издавая ни звука, и смотрел это все. И наблюдает за этим, за всем происходящим. Но он еще очень интересный момент пишет о том, что если бы не интернет, то эти тексты, они никогда бы не увидели своего читателя. Они никогда не превратились бы в книги. То есть возникает целое такое некрасивое слово «каста» – сообщество людей, которые готовы дарить другим свое творчество. Как ты думаешь, во что это может превратиться в будущем? Знаешь, я очень скептично отношусь к современному искусству. Потому что к современному пониманию творчества, в том числе в интернете вот такому. Потому что существует какой-то определенный стереотип, какая-то определенная такая мысль о том, что достаточно обладать какими-то задатками или желанием, что-то сделать. И этого уже достаточно. Мне кажется, за настоящим искусством, за настоящим творчеством стоит труд. То есть талант – это только базис какой-то, субстрат, на котором результатом этого всего должно быть что-то важное, во что вложена действительно силы. Страдания в том числе. Да и не только не обязательно страдания. Вот действительно это труд. Если даже посмотреть на работы тех, кого мы сейчас называем классиками. Это могут быть картины, это могут быть произведения литературные. Это не просто выплеснутое на досуге. Это что-то, над чем работали. То есть не просто вот накид без души человека. Как терапия, безусловно, это отлично срабатывает, это действительно надо. А вот как величина, как вес какой-то, это придается только трудом. Не думаю, что все люди, которые занимаются творчеством в интернете, способны на этот труд. Способны на этот труд. Не думаю. Но это, безусловно, примета времени. Сейчас люди, те, кто еще недавно представлял себя как потребители творчества чужого, сами хотят творить. И они действительно, интернет предоставляет для этого все возможности. Потому что можно творить и дизайн, это фактически художественное искусство. Это можно творить литературные произведения, какие угодно. И они все находят своего потребителя. Это очень важно. Когда я рассказывал своим друзьям о разных планах искусственного интеллекта по захвату власти, они сказали... ...такую интересную и красивую очень вещь. Что если будет создан, пройдет искусственный интеллект из Тьюринга, то есть он осознает себя как личность, то он будет к людям милосерден. Почему? Потому что этот искусственный интеллект прочитает те пласты классической литературы, не секрет, что до сих пор самая издаваемая книга Библии, он прочитает весь пласт той литературы, на которой выросло человечество, и проникнется к этому человечеству любовью с нисхождением. И он будет людей любить и защищать. Вот как ты относишься к этой странной, но красивой точке зрения? Или он будет читать другие? Во-первых, тест Тьюринга – это еще не осознать себя как личность. Тест Тьюринга – это обмануть другую личность. Может ли такой искусственный разум, сверхразум быть милосерден? Безусловно, потому что он сильнее. Он сильнее, и поэтому он не будет воспринимать человека ни как соперника, ни как конкурента, и, соответственно, элемент борьбы будет абсолютно не тот, который мы себе предлагаем. Может, он будет воспринимать человека как некую свою задачу, о которой он должен, ну, то есть некий такой объект, о котором он должен заботиться. Такое тоже может быть. Но я не уверен в том, что возможно привить какие-то нравственные, моральные нормы просто по сумме информации в книгах, даже в Священном Писании. Потому что все-таки, на мой взгляд, ключевым элементом является душа. А ее невозможно ни создать, ни кидать. Рассчитать. Да. Ее невозможно взять и искусственно создать. То есть это какая-то тайна, возможно, таинство создания новой души, и появление ее. Это не под силу ни человеку, ни искусственному интеллекту. Созданному человеку, опять-таки. Резюмируя. По твоему мнению, какой самый большой плюс глобальной сети, интернет, и какой ее самый большой минус? Ну, плюс однозначно это доступ. Это возможность мгновенного доступа к любой интересующей тебя информации. Минус, я бы не сказал, что у него есть какой-то прямо вот, какой-то минус. Ну, в конце концов, это не думаю, что это... Но то же самое может быть и минусом. То есть мгновенный доступ к любой информации при неправильном запросе дает доступ ко всему. Человек растворяется в этой информации, растворяется в интернете, растворяется в этом бесконечном и часто бессмысленном общении. То есть мгновенный доступ ко всему, что человек может себе пожелать. Олег, я бы еще добавил такую от себя мысль, то, что кажется лично мне. Одна из самых больших, на мой взгляд, опасностей интернета, это то, что ничего из того, что мы там делаем, не исчезает. По сути, это наша вот такая какая-то книга совести. Потому что все, что мы туда когда-либо вводили, все, что нас по-настоящему интересовало, да, оно там остается. И об этом, наверное, стоит помнить. Я думаю, что любому христианину стоит помнить о том, что все, что он делает, все это записывается. Все очень просто напоминает визуализированную совесть. Просто если человек с совестью может договориться, то с кэшем в интернете договориться очень сложно. Ну вот интернет. Мы живем в очень специфическое время, да, существует вот эта цифровая тень, о которой мы сегодня, к сожалению, не успели поговорить. То есть все, что мы вводим в интернет, все наши поисковые запросы, сайты, все это хранится, никогда никуда не исчезает. Это во-первых. Во-вторых, уже понятие личной информации, оно очень размыто. То есть мы живем в странное, меняющееся время. Давайте пока у нас есть время, постараемся записать туда что-нибудь хорошее, чтобы нам, в конце концов, не было так стыдно. Субтитры создавал DimaTorzok